Двенадцатый января, четверг. Тем, кто только что включил свои телевизоры, напоминаем, что сегодня мы говорим о бренде города. У нас в гостях Нина Геннадьевна Истафьева, начальника отдела по стратегическому развитию администрации Ангарского городского округа. Здравствуйте. Здравствуйте. Переходя к нашей теме сегодняшней программы брендирования городов, хотел бы задать вопрос, все-таки как проходило брендирование города Ангарска, какие сроки были и как долго это все продолжалось? На самом деле, действительно, создание бренда города, это процесс довольно-таки долгий, очень кропотливая работа предшествовала тому, как у нас возник бренд. В течение семи месяцев практически эта работа проводилась. Это были и анкетирования, и опросы жителей, то есть несколько концепций бренда города изначально у нас было, несколько слоганов. Проводилось голосование на сайтах, на официальном сайте, на специально созданном сайте для разработки бренда города. Много предпринимателей, простых жителей, студентов у нас участвовало в этом процессе. То есть мы максимально постарались все-таки вовлечь жителей в создание бренда города. Нина Геннадьевна, вот пару хотя бы людей, которые вообще не знают и ни разу не участвовали в этом голосовании, не знают вообще, какой бренд города выбрали. Пару примеров, какие варианты были? На самом деле изначально было достаточно много вариантов, но потом круг как бы сужался. В итоге на итоговое голосование у нас вышло 4 варианта. Это «Ангарск, будь первым», «Ангарск, простор для побед», «Ангарск, достижение Сибири» и «Ангарск, действуй сейчас». Различные аудитории, различные варианты поддерживали, молодежь одно, старожил другое, но в итоге все-таки остановились на одном из вариантов. Я думаю, он оптимальным образом выражает понимание наших жителей, что такое «Ангарск». «Ангарск, простор для побед». Это слоган. Хорошо, у меня аж мурашки звучат. Широкий, да. То есть это не просто связано с тем, какой был у нас слоган, ну, тот, к которому мы привыкли много лет, рожденной победы. Это уже движение вперед, это простор не только для побед, простор для творчества, простор для спорта, для семьи. Это победа над собой, победа над обстоятельствами, то есть максимально позволяет использовать этот бренд. Каждому человеку, да? Каждому человеку, и в бизнесе, и в спорте, ну, в любой отрасли. Хорошо, все-таки великолепный, блестящий, считаю, что это… Мне очень нравится. Да, простор для побед, тем более для молодежи, для молодых. Оставайтесь в «Ангарске», для вас есть новые открытия, новые идеи, возможности. Вообще, поговорить, если о бренде в целом, да, это ведь не только логотип. Бренд вообще включает в себя понятие такое обширное. Вот можно нам? Конечно, это не просто логотип, это не просто картинка, это не просто три слова. Ну, если брать визуально, да, то он, конечно, подразумевает под собой определенные цвета, определенное написание, начертание. Но вообще, по сути, для понимания, бренд – это идея, объединяющая жителей, это основа для его общения с миром, позиционирования себя среди других городов. То есть, «Ангарск» многие знают, но нужно сделать, чтобы «Ангарск» все узнавали и запоминали. Вот для этого и существует бренд. Это точно так же, как товар, когда мы видим, мы же не обязательно знаем даже его название, иной раз, как он правильно, красиво называется, где он производится. Но увидев или услышав какой-то слоган или название, мы сразу понимаем, что это, откуда это. Конечно, ассоциация сразу. И вот отсюда сразу у меня вопрос вытекает, да, где жители или как жители могут использовать этот бренд «Простор для побед». Возможно, ну, как-то позиционировать в других городах. Ну, например, да даже элементарно для статуса в себя в социальных сетях. Сейчас это модно. Да, короче, когда я видел, я видел. Значит, конечно, то, что у нас есть бренд – это не волшебное заклинание, мы его произнесли, и раз, и все стали его знать и нас узнавать. То есть ему предполагается развитие, его выращивание, что ли, да, для каждого человека. То есть насколько наши местные товаропроизводители, насколько наши предприниматели, мы сами, как жители города, будем его использовать, настолько он и вольется в нашу жизнь. Если чисто технически подходить, да, к этому вопросу, то есть где взять и как его использовать, то у нас, да, на официальном сайте, у нас в разделах на других сайтах, которые есть у администрации города, у нас, лично у нас, да, у сотрудников администрации, мы везде эти логотипы будем использовать. Он будет, брендбук будет доступен на официальном сайте, будет специальное положение или регламент, там, как назвать, для его использования. То есть его, так же, как любой инструмент, нельзя просто взять и в неумелых руках, как бы, он может и вред. Еще готовится, да, к этому сайте. Ну, а в любом случае на сайте, на официальном будет расположен брендбук с теми элементами, которые можно будет использовать и для своих товаров, для любого человека. Сразу открывается простор для предпринимателей, да? Да, конечно, это одна из целевых аудиторий, которые заинтересованы как раз для того, чтобы использовать свои продукции, где эта продукция произведена, что она у нас не хуже других, а может быть, даже лучше, потому что мы победители, мы привыкли к тому, что мы всегда идем вперед и добиваемся всегда побед. Вот, дорогие ангарщане, вам на заметку, используйте бренд города Ангарска при продвижении своего бизнеса. Да, идите вперед, добивайтесь. Все-таки мы разобрали, что существует брендбук, да, для предпринимателей, в том числе и для жителей, которые в открытом доступе находятся. А как и какие в будущем предполагаются шаги по продвижению вот этого бренда города Ангарска? Да, действительно, план у нас есть. В настоящее время у нас разрабатывается стиль как раз концепции парка, где будет использовано это... А если не стиль, то какой парк? Парк имени десятилетия Ангарска, вот как раз мы подразумеваем сейчас разработку навигации, которая будет в этом парке, входная группа. Это все будет сделано в стилистике именно нашего бренда для того, чтобы жители на каждом, гуляя по парку, могли сразу же видеть эти цвета, как это написано, как это вписывается в городскую среду. Есть план внедрения именно элементы городской среды. Это остановки, афиши и так далее, чтобы оно уже на самом деле на шагах было. То есть на визитках вполне возможно использовать уже элементы бренда и начертания, шрифты и прочее. Я уже хочу такую визитку. Простор для побед. Да, и в принципе футболка, на которой написано таким красивым, красивыми буквами ангарчанин, она вполне достойна себя представлять. Мы можем как ангарчане в любом месте, в любом городе, приехав с таким лозунгом, что мы, да, открыты для побед и ждем вас к себе. Я немного не поняла, если честно, какой парк в проекте. Али Льви, как и он. Али Льви, он же на самом деле очень большой парк. То есть он, да, там территория довольно большая. И сейчас концепция развития этого парка, она уже представлена жителям и принимаются предложения по его развитию. Много не хватает, конечно. Да, и вот как раз вот бренд, он будет помогать визуально оформлять этот парк для жителей и для приезжих. В этом году очень крутой, там просто ледовый городок. Да, мне тоже понравилась очень с подсветкой, особенно вот эти капельки с деревьев, как кап, вообще здорово. Ну и давайте маленько, наверное, заканчивать уже. Нина Геннадьевна, вообще каких результатов вы ждете от этого всего? Подытожим маленько. Да, конечно, я уже говорила, что бренд это не заклинание, что это не случится одноразово. Но на самом деле результатов мы ожидаем, во-первых, это немножко перестройка отношения жителей к городу. То есть, да, у нас, как и везде, сложные времена, но тем не менее ангарчане всегда умели адаптироваться к каким-то неудачам. Они всегда с высоко поднятой головой идут. То есть, первая наша задача – это все-таки настроить жителей на то, что у нас, что мы всегда были победителями и ими остаемся. То есть, это объединяющая идея всех жителей. Это одна из наших задач. Но и второе – это, конечно, позиционирование города во внешнем мире. То есть, это узнаваемость территории, это привлечение инвесторов, это строительство у нас каких-то крупных объектов, открытие новых производств. То есть, это все укладывается и в стратегию развития, где бренд является одним из элементов. Это помощь нашим учреждениям культуры, учреждениям образования. Когда они могут заявляться на какие-то конкурсы, им уже не нужно придумывать что-то такое, как бы нам себя преподнести, чем мы отличаемся от других городов, от других муниципалитетов. У нас есть идея, главное, которая может им помочь в том, чтобы они, опять же, победили в этих конкурсах, получили какие-то дополнительные средства на реализацию своих проектов социальных в образовании, в культуре, в творчестве, в спорте. Я очень надеюсь, что все задачи и все перспективы, планы, все это сбудется. Дело времени, мы будем за этим обязательно следить, будем вам рассказывать. Мы благодарим Нину Геннадьевну Истафию за прекрасный разговор о брендировании городов, о брендировании родного нашего города, города Ангарска. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам за приятное общение. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.